так еще одна будет распаковочка на для андрея в самару полетит у нас ракета от nobel cheers модель легенда тканевый цвет антрацит вот такая ракета все много про это все сказано я буду говорить основные вещи что меня волнует что пользователи правили пользовались механизмами ухаживали за креслом и поехали правило значит правильно взаимодействие углом наклона спинки поднимаем рычаг вверх всегда до конца не на четвертинку не наполовину а до конца только потом прикладываем нагрузку на спинку при поднятии рычага никаких хрустов скрежетов диких не должно быть почему потому что вот угол наклона часть которая регулируется запорная часть видите везде зубчики 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 зубцы заходят зацеп вовнутрь и понимаем да под нагрузкой если мы рвем рычаг мы эти зубцы начинаем стирать ломать крушить поэтому сначала подняли потом надавили спиной на спинку очень важно по ткани ткань сто процентов полиэстер с микро ворсом очень плотные нитки к ниточке там прям настолько плотные стойки к стиранию не впитывают влагу так как плотность и микро ворс на поверхности кресла то есть если что-то пролили есть возможность это все стряхнуть ухаживать за обязательно нужно что кресло будет служить минимум пять лет я рекомендую для ткани приобретать автохимию аэрозоль и раз в год два раза в год вот после летнего периода пенку на нее наносим и с помощью пылесоса пенку собираем понимаем да самые все что соприкасается с телом ну самые грязные места это будет сиденье и это будет вот рпп ну и когда вы руками его трогаете здесь тоже соответственно будет от рук биологически все жидкости грязь скапливаться в этих местах вот как бы два вот таких варианта 2 2 правила две рекомендации которые несложно выполнять и кресло будет служить очень долго вид его не потеряется так теперь рвем скотч что ключ свой найду завтра кресло отгрузим от у нас же нарисовалась отгрузка абсолютно новое запечатанное кресло компания сдек окружает еще раз указываем адрес не домашний а адрес пункта выдачи с одним пвз должна работать 30 килограмм выше 30 килограмм до 50 на 100 кресло весит 30 32 килограмм в коробке итак забирать можно своем автотранспорте принципе в багажник она влазить него все но там skoda большие багажник пульсваген но если не полезет то можно забрать соответственно без коробки коробку можно выкинуть красно шапка кресло тяжелая спинка пакет не снимаю все прекрасно видно у меня через пакет возраст некой деформации все красиво ничего не торчит проверю ручку на динамическую нагрузку ручку рпп то есть механизм рпп так кресло уже оплатили таким кресло видео мы снимаем чтобы мы были спокойны что кресло уехал с нашего магазина полностью в идеальном состоянии все в комплектации это бывают такие сюрпризы что подлоконники давят их что-то редко но что-то могут не доложить а в какую-то коробку могут переложить ставим все под учет я так понимаю инструкция все видите стандарты бифма французский рынок оторвали кусочек от сладкого пирога подлокотники на косой направляющей стойка коса это такой большой жирный жирный прям плюс к регулировке кресла а именно подлокотников если мы махнем местами подлокотники левый направо право налево вся вот эта подушка сдвинется ближе к спинке вот кстати у себя икончик я так и сделал для кнопки управления будет неудобно расположен но поверьте за все эти годы я ни разу не крутился подлокотник максимум это по высоте а вот такое положение подлокотник когда локоть не висит а именно на подлокотнике очень удобно поэтому это все можно все дома махнуть померить и оставить ту позицию к первым более удобно все это делается в принципе легко вон три болта махнули здесь три болта здесь и очень даже удобно получается так заглянем в эту коробку только здесь бардак так декоративные накладки есть болтики крючки есть используем только вот этот ключ при сборке кресла никаких шуруповертов так колеса есть флажки есть все вместе контакт молтиблок одни из самых стойких механизмов переносит все тяжести неизгоды от пользователя ну и также угол наклона одни из самых стойких механизмов то есть в этих креслах сконцентрировано все самое лучшее начиная там сварочных работ внутри каркаса заканчивая ну про эргономику вообще не говорю эргономика это на высоте отличная эргономика опять же это мы не от себя говорим это мы берем информацию от наших покупателей посетителей когда они в сравнении все это мерят конечно не говорят да да понятно зачем за что мы переплачиваем в этих у этого производителя все как бы на уровне начиная от внешнего вида все ровненько так как все это делается компьютеризированно там моторизированная роботизированная минимальный человеческий фактор к сожалению все остальное это крепко это надежно ну шкурка отшивается на швейных машинках есть и заломы есть неровности есть волны даже кресло которые 60 тысяч стоит вон от декс рейсера они тоже имеют вот эти вот физические недостатки то есть не физически а именно визуаль визуальные недостатки исправляются но все равно им еще далеко до отшивок только у нобеля происходит ну вот он здесь замучил вас разговорами все даже кресло осмотрено сейчас я еще достану сиденье проверю его ну и начну процесс обратной сборки в коробку все завтра мы отгрузим 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 это раз два три четыре все четыре кресла завтра отгружаем и и